Сегодня в Чувашии прошел единый информационный день. Руководители министерств и ведомств обсудили с жителями вопросы благоустройства населенных пунктов, капитального ремонта, индексации социальных пенсий, проведения весеннеполевых работ. Председатель правительства Чувашии Иван Моторин сегодня побывал в Козловском и Цивильском районах. Подробности в нашем сюжете. В свой рабочий день председатель правительства начал с посещения Козловского молочного завода. Иван Моторин осмотрел линию производства от цистерны до упаковки. На предприятии налажена работа с основным поставщиком молока. Сдает молоко и население. Лабораторные исследования молока из частных хозяйств имеют высокие по качеству показатели. В ближайших планах расширение производственных мощностей. Ведь завод отправляет свою продукцию в торговые сети Республики Татарстан. Побывал премьер-министр и в крестьянско-фермерском хозяйстве Василий Семенов. Сейчас в нем управляется сын Иван. Государственные субсидии и вынужденный рост цен на местную продукцию позволили закупить новую технику и расширить границы земельных площадей. На предстоящий год у предпринимателей уже есть планы. Они хотят заняться производством соков из овощных и ягодных культур. Не только для продажи на прилавках магазинов, но и для поставок в организации общественного питания, школьные и дошкольные образовательные учреждения. Подобные инициативы найдут только поддержку в правительстве Республики, отметил премьер-министр. В исторической части здания Байгуловской общеобразовательной школы, знаменитой своей прославленной ученицей, детской писательницы Марфой Трубиной, идут ремонтные работы. Кроме того, продолжается начатая в 2010 году реконструкция спортивного зала школы. Деньги есть у Минобразования на спортзалах, есть, по крайней мере, в этом году. В Цивильске председатель правительства осмотрел территории, выделяемые под индивидуальное строительство многодетными семьями. Планируется и возведение многоквартирных домов, но сначала надо решить вопрос с инфраструктурой. Только после этого можно говорить о масштабном строительстве в городе. Выявилась и другая проблема. Интенсивная застройка требует создания более мощных водочистных сооружений. Они уже построены, но работают пока в тестовом варианте. Иван Моторин дал поручение устранить все недостатки в кратчайшие сроки. Александр Гаврилов, Александр Петров, Республика.